Стоп! Все! Пришли! Может быть, все-таки скажешь, зачем ты нас сюда привел? И что за странный аппарат ты сюда притащил? Ой, я вся горю от любопытства! Это мое изобретение! Сейчас мы будем его испытывать! А если долбанет? Не долбанет! Тут все надежно сделано! А можно посмотреть? Можно, только осторожно! Руками не трогать! Ладно! Ярослав, все-таки объясни нам, что ты изобрел! Понимаете, в этом мире накопилось очень много мусора! Это большая проблема! Это мы понимаем! Но при чем тут твой аппарат? Мой аппарат называется мусоропожиратель! Как интересно! Он что, переваривает мусор? Не совсем! Аппарат наполнен мусором! С помощью давления и огня от мусора ничего не останется! А если долбанет? Я же сказал, не долбанет! Но давление и огонь, это же опасно! Может быть, испытания лучше провести в лесу, а не в городе? Но идти в лес, это так долго! Нужно организовывать целый поход! Зато в походе все было бы гораздо романтичнее! А что такое поход? Поход – это... это... Ты еще мало для похода! Когда вырастешь, тогда пойдешь! Богдан! Охраняй аппарат! Еще одна деталька, и мы начнем! Есть охраняч! А знаете, я очень люблю походы! Особенно, когда на костре жалят что-нибудь вкусненькое! И еще, если этот костер находится на берегу, можно бесконечно смотреть на огонь и воду! Да, все это прекрасно! Но только многие после себя оставляют кучу мусора! Вот тут мое изобретение пригодится! Прошел по берегу с аппаратом, и он снова чистый! А мне кажется, что просто не надо мусорить там, где отдыхаешь! Жаль, что не все люди такие воспитанные, как мы! Богдан, ты чего там мусоришь? Невоспитанный мальчик! Я не мусорю, это всего один фантик! Если все бросят по одному фантику, то будет целая куча мусора! Я бы эту кучу вжих своим аппаратом и нету! Здорово! Только ты его сначала испытай, а то еще неизвестно, как он у тебя работает! Будет работать как надо, не сомневайтесь! Богдан, подбери фантик! Сейчас же! А если не подберу? Тогда ты не будешь участвовать в испытаниях! Все, понял! Итак, на чем мы остановились? Кажется, мы говорили про поход! Да, и про то, как люди после себя на природе оставляют кучу мусора! Практически все готово! Сейчас мы будем испытывать пожиратели Яр-1! А что означает Яр? Неужели непонятно? Яр – это Ярослав, то есть я! От скромности не умрешь! Яр как-то звучит не очень! Может, включить название имена всех участников? Например, заглавные буквы! И что получится? Ярослав, Женя, Богдан, Карина, Ксюша! Я же БКК оригинально! А тут что-то отвалилось! Что? Я же тебе говорил не трогать! Я нечаянно! Это же стабилизатор давления! Извините меня, пожалуйста! Все, ты не участвуешь в испытаниях! Иди домой! А мне Богдана жалко! И что, теперь аппарат сломан? Да нет, сейчас мы поставим ее на место и порядок! Может, тогда простишь Богдана? Ладно! Богдан! Так и быть! Прощаю! Иди сюда! Богдан, садись сюда! Всем оставаться на местах! Сейчас я начну испытания! Ой-ой-ой-ой! Субтитры создавал DimaTorzok Ну все, теперь от мусора ничего не должно оставаться. И что это значит? Ничего не понимаю. А что тут непонятного? Аппарат не работает. Зато было очень красиво. Просто песня. Что-то не сработало. Это из-за меня. Да при чем тут ты? Это я что-то не додумал. Не грусти, Ярослав. Постараешься и у тебя все получится. Главное, чтобы не долбануло. И мусоровожиратель Яр-2 сработает как надо. А главное, будет так же красиво. Главное, не бросать мусор. И тогда точно будет красиво. Ну что, надо дорабатывать модель. Кто со мной, тот герой. Как огромный мир познать, как быстрее взрослым стать. Рад не быть печальным и мылым. Как с улыбкою дружить, как со всеми в виде жить. Быть всегда успешным и счастливым. Может быть, все-таки скажешь, чем ты нас сюда притащил? И что это за странный аппарат? Зачем ты нас сюда притащил? Нет, стоп. Привел. Скажешь, зачем ты нас сюда привел? Может быть, все-таки скажешь. Это же сталибизатор давления. Это же сталибизатор... Стаби, стаби, стаби. Стабилизатор. Повтори стабилизатор. Это же сталибизатор давления. Это же сталибизатор давления. Это же сталибизатор давления. Субтитры подогнал «Симон»